Во дворце Динамо прошли очередные всероссийские соревнования по боксу, посвященные памяти первостроителей магнитки. В календаре соревнований Российской Федерации бокса турнир уже не один десяток лет занимает одно из заметных мест. Являющийся детищем магнитогорского тренера Валерия Козлова, он открыл дорогу в большой бокс многим южноуральским спортсменам. В память об этом замечательном человеке было решено увековечить открытие мемориальной доски, которая состоялась в самый разгар соревновательных поединков. Участниками церемонии открытия мемориальной доски стали друзья, соратники, бывшие воспитанники Валерия Козлова. Все они пришли отдать дань уважения человеку, посвятившему свою жизнь развитию магнитогорского бокса. Энтузиаст своего дела Козлов, где бы он ни работал, в секции, на кафедре физ. воспитания МГМИ или в профессиональном спортивном клубе, всегда был в постоянном поиске. Именно он начал вводить качественно новый профессиональный подход к учебно-тренировочным занятиям. Он стал применять на практике современные зарубежные методы тренировок, создавал условия для привлечения к занятиям боксом молодежи. Один из первых тренеров, по инициативе которого мы создавали, секции для трудных подростков. Благодаря этому мы решением профсоюзного комитета и спортивного клуба «Магнитострой» специально выделяли им 40 путевок для трудных подростков, которые отдыхали вместе с нашими спортсменами в лагере юности. Влюбленный в бокс Валерий Иванович Козлов невольно заражал этой страстью и всех своих учеников, воспитав целую плеяду мастеров спорта, принявших городу титулы чемпионов Европы. Добиться таких высот помогало в том числе и участие в первом городском турнире по боксу памяти первостроителей «Магнитки» инициированным Козловым. Эти соревнования до сих пор являются важным этапом в спортивной карьере каждого боксера, поскольку дают возможность защитить звание кандидата в мастера спорта. В этом году участниками этих поединков стало около 100 спортсменов 1997, 1998 и 1999 годов рождения. У нас он уже не всероссийский, получился международный, потому что приехали гости из Казахстана. Это город Костанай. Башкортостан представлен тремя командами. Челябинская область. Все коллективы, которые культивируют бокс, проводят, представлены здесь. Команда «Магнитогорска» была представлена 18 спортсменами с дюшор номер 10. Все ребята показали хорошую технико-тактическую и физическую подготовку. По итогам соревнований наша спортивная копилка пополнилась двумя золотыми, двумя серебряными и пятью бронзовыми медалями. Однако рекордсменами по количеству набранных наград нашим землякам все же стать не удалось. Лидирующие позиции остались за боксерами из города Челябинска. Станислав Юдин, Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.